Он улетел, но обещал вернуться после того, как Демпартия Молдавии дала добро на отставку уволенного Дадоном правительства Филиппа. А КС отменил все свои одиозные решения. СМИ сообщили, что лидер партии Плохотнюк, его приближенные на бизнес-джетах, покинули страну. При службе партии уверяют, что олигарх всего на несколько дней улетел к семье. Политический кризис в Молдавии завершен. Конституционный суд страны за пять минут отменил все свои решения, которые привели к двоевластию. Президент Дадон приветствовал действия КС, а премьер-министр обвинил суд в попытке помочь Демпартию незаконно сохранить свою власть. Глава кабинета потребовала отставки судей КС. В пятницу власть в Молдавии полностью перешла к новому правительству в главе с лидером правоблока Майя Санду. В субботу прошло первое заседание нового Кабмина. В те время сторонники ушедшего в позицию Демпартии Молдавии покидают страну на частных самолетах. По данным местных СМИ, бизнес-джеты вылетели в Стамбул, Тель-Авив, Одессу, Москву, Лондон. Подробности в Бизнес-ФМ сообщил и молдавский политический обозреватель Лиля Браковский. Достоверно известно, что пять самолетов покидали страну. Члены семьи господина Шора и несколько других, но точно списков всех пока мы не знаем. Поэтому я не могу вам достоверно сказать, что вся оппозиция или там верхушка Демократической партии покинули страну. Появилась информация, что одним из условий того, что Демократическая партия свернет со всех своих протестов и прекратит борьбу за власть, уступит новой коалиции, были личные гарантии председателя Демократической партии Влада Плохотнякова и приближенного команды. То есть я не исключаю, что действительно кто-то из них покинул страну. Но, к сожалению, так как это были частные самолеты, мы пока не имеем полной информации, кто вылетел и кто остался в стране. Один из самолетов улетел на Украину, другой в Российскую Федерацию, один летал в Будапешт. Есть информация такая, но она опять же не подтверждена пока официально, что Демократическая партия Влада Плохотнюк покинул Молдову и находится в США. Самая большая радость, знаете, какая? На 16-й был назначен большой митинг от правящей коалиции, но в центре были люди, поддерживающие Демократическую партию, партию Шор. И вот самая большая для нас сейчас радость, что они не встретятся завтра в центре столицы, потому что все эти мероприятия были отменены. Дальше с понедельника уже начинается просто работа нового правительства и парламента, и надеемся, что все периоды противостояния закончились и уже все успокоится. Лилия Бураковская при службе Демпартии подтвердили, что Владимир Плохотнюк покинул страну, уточнив, что он уехал на несколько дней к семье. В свою очередь глава МВД Молдови сообщил, что на одном из частных самолетов улетели родственники лидера партии Шор, бизнесмена Илона Шора, а на другом два человека из окружения главы Демпартии. Он также заявил, что против Шора и Плохотнюка будут заведены уголовные дела. Напомним, в 2017 году бывший муж российской певицы Жасмин Шор был приговорен к Кишиневским судом к 7,5 годам лишения свободы по делу о краже миллиарда из банковской системы Молдовы. Приговор был обжалован, Шора остался на свободе. Что означает для России завершение кризиса в Молдавии, говорит эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Во-первых, Россия смогла показать, что она готова к серьезным соглашениям, по крайней мере, с западноевропейскими странами, и это вообще плюс. А во-вторых, она смогла создать власть с участием пророссийских сил, и в-третьих, избавиться от Плохотнюка, от которого, в общем, ничего хорошего нельзя было ожидать. Он откровенно играл на противоречиях и тем самым хотя бы был уже опасен. И такой еще вопрос про Молдавскую прачечную. Если мы правильно понимаем, со смены власти начнется расследование всех этих эпизодов. Расследование происходило и до того, есть международное расследование. Вопрос в том, что расследование очень часто игнорировало ту роль, которую играла сама власть в этих незаконных операциях. А без власти ничего этого не могло бы быть, потому что, сами посудите, в такой маленькой стране, да еще такой, в общем, монополизированный, какие-либо такого рода серьезные транзакции без согласия, без поддержки власти, они просто невозможны. Здесь вопрос немножко в другом. Он заключается в том, кто именно был в этом задействован, и можно ли вернуть в страну те деньги, которые были похищены у ее граждан. Потому что на сегодняшний момент всю компенсацию за эти деньги должны платить, собственно, сами граждане. Это все взято на бюджет. Это дает возможность все это честно и открыто расследовать. А что касается результата, ну они, как всегда, будут немножко половинчатыми, хотя бы потому, что многих фигурантов уже нельзя будет к тому моменту найти или, по крайней мере, достать. Владимир Брутер, новый министр экономики Молдова Вадим Брынджан заявил, что чиновники предыдущего правительства уводят из страны деньги целыми чемоданами. Депутаты нового парламента уже проголосовали за создание комиссии по расследованию всех обстоятельств вывода миллиардов евро из банковской системы страны. Добавлю, что в Москве удовлетворены разрешением политического кризиса в Молдавии и ожидают от Кишинева шагу по взаимодействию с Россией, заявили в МИДе.